коллеги добрый день в на данном вебинаре хочу рассказать про маркировку про некоторые особенности про некоторые категории товаров ну такой общий вебинар текущие события именно на данный момент вот у нас начался новый год нас впереди ждут новые категории товаров так программа вебинар у нас следующая сначала расскажу общую информацию маркируемых товарах по категориям потом обязательно маркировка которая была запущена в двадцатом году что нас ждет в этом году стандартный стандартные инструкции до порядок подключения к системе честного знака расскажу про решение для автоматизации учета маркировки на базе программных продуктов 1с ну и в конце вебинара готов будут ответить на вопросы так общая информация о товарах о маркируемых товарах сейчас у нас ну можно разделить на две категории все товары товары которые уже маркируются и товары по которым уже начались либо уже планируются эксперименты но у нас центр развития перспективной технологии поставил план что к двадцать четвертому году заработать единая национальная система маркировки она охватит практически все отрасли промышленности вот от сигарет и лекарств до одежды детского питания давайте вспомним какие товары какие категории товаров были запущены в обязательную маркировку в двадцатом году по маркировке табачной продукции изначально все начиналось эксперимента и обязательной регистрации производителя производителей и торговых точек национальной системе то есть в 19 веке в 19 году начался начался процесс по маркировке табачной продукции с 1 июля девятнадцатого года все производители прекращают выпуск немаркированной продукции. С 1 июля 2020 года прекратился оборот немаркированной продукции. С 11 января 2021 года начался эксперимент по маркировке никотинсодержащей продукции. Данный эксперимент продлится до 28 февраля следующего года. Какие товары у нас еще маркируются? Маркировка шуб. Маркировка шуб началась давно. Практически это одна из самых первых категорий товаров, которая начала маркироваться. Началось это в августе 2016 года. Для многих как-то прошло так незаметно маркировка шуб. Тогда маркировка не так сильно была популярна. Ну и как-то с маркировкой шуб справились достаточно быстро. Так, по маркировке обуви. В 2020 году было несколько плановых дат по запуску маркировки обуви, но в конечном итоге договорились и запустили обязательную маркировку с 1 июля 2020 года. Был период, когда можно было маркировать остатки по обуви, то есть описать по упрощенной схеме товары и, ну и соответственно, подать информацию в частный знак. Так, маркировка фотоаппаратов и ламп вспышек. Тоже достаточно небольшое количество участников. Ну, такой достаточно редкий запрос, но маркировка фотоаппаратов и ламп вспышек началась в прошлом году. До 29 февраля участники должны были зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года оборот немаркируемых товаров запрещен. Ну и был срок до 1 декабря 2020 года, а можно было промаркировать товарные остатки. Лекарственные препараты. Тут такой запрос достаточно популярный. Много вопросов по маркировке лекарственных препаратов, причем для разных групп пользователей. Это для производителей, импортеров, оптовиков, ну и соответственно розницы. Ну, также еще есть ряд вопросов у медицинских организаций, которым требуется выводить лекарственные препараты из оборота. Ну, лекарственные препараты, тема достаточно большая, такая объемная, позиций номенклатурных очень много. Вот, как вы, ну, если вы касались, да, вот данной темы, то знаете, что достаточно длительный был эксперимент по маркировке лекарственных препаратов. Ну, когда обязательно маркировка вот запустилась, сначала запустили препараты из перечного высокозатратных нозологий. На них все отработали, и с октября 2019 года запустилась обязательная маркировка. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка для всех лекарственных препаратов. Вот, вопросов достаточно много было, много обсуждений, были разные бизнес-встречи с пользователями, с конечными, и в конечном итоге было выпущено, ну, в конце прошлого года разъяснение о том, что маркировка лекарств до 1 июля 2021 года будет работать в упрощенном режиме. Что это значит? Что участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов и могут самостоятельно приходовать и проводить дальнейшие действия с лекарствами. При ввозе лекарств в Россию импортеры могут не ждать подтверждения ввоза одержателей или владельцев регистрационного удостоверения. Проблематика следующая, да, следующего характера возникала. При обороте маркируемых лекарственных препаратов в некоторых моментах были проблемы с подтверждением приемки лекарственных препаратов. Ну, то есть, оприходовать не можем, ну, и, соответственно, дальше продать данный товар тоже не можем. Поэтому в данный момент частный знак по лекарственным препаратам работает пока что в упрощенном режиме. Что будет дальше, ну, нам остается только ждать. Так, шины и покрышки. Достаточно, ну, небольшой спрос был по шиновым покрышкам. Вот, все-таки тут по этапу мы видим, да, примерно, ну, тут несколько месяцев был, за несколько месяцев был проведен эксперимент по маркировке шин. И с 1 ноября 2020 года уже запустился оборот маркированных товаров. Вот, с 15 декабря запретили оборот и вывод из оборота немаркированных шин. До 1 марта все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки. С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему маркировки честный знак. Сейчас мы коснемся товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды. Товар легкой промышленности. Эксперимент в 2019 году был проведен, и с 1 января уже запущен оборот маркированных товаров. То есть оборот немаркированных товаров стал, ну, сейчас он запрещен. До 1 февраля все участники оборота обязаны промаркировать остатки, не реализованные до 1 января 2021 года. Ситуация по духам и туалетной воде. В 2019 году был проведен эксперимент. До 31 марта была регистрация пользователей в самой системе. С 1 октября 2020 года началась обязательная маркировка. До 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных товарных остатков. Общую информацию мы прошли. Теперь давайте вспомним, какие группы товаров были запущены в 2020 году. Обязательно маркировка у нас в 2020 году запустилась для таких групп товаров, как обувь, табак, лекарственные препараты, шины, покрышки, духи, туалетная вода, фотоаппараты и лампы вспышки. Больше всего вопросов, на основании своего опыта могу сказать, было по лекарственным препаратам и по обуви. Если вспомнить, да, вот про маркировку обуви, там несколько дат было запланировано на обязательный переход оборота маркированной продукции, но несколько раз такие сроки были сдвинуты. Ну, в конечном итоге отрасль перешла на оборот маркированной продукции, и тут вроде бы все достаточно ровно у всех. По лекарственным препаратам есть некоторые проблемы, очень много вопросов было, начиная с того, что у фирмы 1С в типовых решениях, таких как ERP, управление торговлей, комплексной автоматизации и прочей конфигурации, не была реализована синхронизация с честным знаком. Фирма 1С для этого предлагает приобретать отраслевые решения, либо же использовать дополнительную библиотеку интеграции с МТЛП, Монитерное движение лекарственных препаратов. Все остальные товарные позиции можно реализовать, ну, автоматизировать эти процессы в типовых программных продуктах 1С. В 2021 году, то есть в этом году, что нас ожидает? Хочется сразу же обратить внимание, что в 2021 году запустится обязательный оборот маркируемых молочных продуктов. В 2020 году эксперимент завершился. 20 января 2021 года, буквально через пару дней, начинается обязательная маркировка, подготовительный этап для определенной группы товаров. Тут не все группы товаров будут подвержены маркировке, а только часть товаров. По молочной продукции решили действовать постепенно. С 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров. С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров по срокам годности более 40 дней. С 1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для товаров молочной продукции сроком годности менее 40 дней. в двадцать втором году до следующем году с 1 сентября 22 года для оптового розничного звена вводится объемно артикульный учет вот но я думаю что данный момент будет еще разъяснен у нас еще больше полутора лет для данного изменения как фирма 11 это все реализуют я думаю что будет видно в следующем году уже с 1 декабря 22 года маркировка станет обязательной для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продаж с 1 декабря 23 года вводится по экземплярный учет для продукции со сроком хранения более 40 дней то есть по молочной продукции вот есть определенные этапы большая часть товаров будет маркироваться именно в этом году коллеги если занимаетесь молочной продукции можете уже обращаться поможем подберем по программные продукты либо подберем определенные решения как можно автоматизировать данный процесс плюс к этому те компании которые занимаются молочной продукцией у них уже есть некоторая интеграция с другой государственной информационной системой она называется mercury это ветеринарно ветеринарные сертификаты что нас ждет еще в двадцать первом году велосипеды эксперимент в прошлом году был совершен по маркировке велосипедов и рам велосипедных и с 1 сентября двадцать первого года начинается обязательно маркировка велосипедов велосипедных рам прошу коллег если занимаетесь велосипедами да то тоже как минимум там за полгода начать уже процесс автоматизации вот так дальше кресло-коляски с 1 сентября до 1 июня двадцать первого года будет он уже запущен да и будет завершен пилотный проект по маркировке кресел коляса так упакованная вода с 1 апреля двадцатого года по 1 марта двадцать первого года проводится эксперимент по маркировке упакованной воды в данный момент пока что идет сбор заявок на участие в эксперименте по пиву и пивным напиткам по пиву и пивным напиткам пока что сроков запуска старта эксперимента нету но пока уже начал начался сбор заявок на участие в эксперименте то что нас ожидает двадцать первом году я сейчас проговорил для некоторой категории запускаются эксперименты я думаю что в течение этого года от нашего правительства выйдут еще несколько постановлений и мы узнаем какие товары будут маркироваться ну в ближайшем будущем ну то есть тут начнутся эксперименты скорее всего либо в конце года либо в начале следующего года то есть двадцатом году сейчас расскажу про порядок подключения к системе честного знака порядок подключения в принципе он всем известен эта информация практически есть везде но я наверно все таки еще раз повторюсь расскажу ну так вкратце для того чтобы подключиться к системе честного знака нужно нужно усиленно полифицированная троная подпись можно использовать уже готовую готовую трудную подпись от допустим от программы для сдачи электронной отчетности такая подпись подойдет если же требуется персонально сделать квалифицированную электронную подпись именно сотрудник который будет подписывать эти документы то можно ее выпустить ну заказать и получить второй шаг когда у вас есть уже электронная подпись вы можете зарегистрироваться в честном знаке создаете личный кабинет при этом регистрируйте вашу электронную подпись дальше получить либо приобрести дополнительное оборудование и зарегистрировать его что это значит либо кассовое оборудование либо терминал терминала сбора данных сканеры штрих-кодов в зависимости от того каким участником оборота вы являетесь для розницы для оптовиков для производителей свои порядки ну там немножко бизнес-процессы отличаются в зависимости от категории так следующий шаг но мы приобрели дополнительное оборудование теперь мы должны зарегистрировать при необходимости нашу номенклатуру ну национальный каталог товаров он уже запущен в этой системе многие производители уже начали регистрировать свои номенклатурные позиции ну по большей части это требуется импортером и производственным компаниям как правило оптовики и розничные участники участники розницы они номенклатуру не регистрируют как правило они уже получают с честного знака описанную номенклатуру после того как мы уже понимаю какая номенклатура есть нам нужно получить коды маркировки соответственно нашей учетной системе еще и включить настроить номенклатуру по маркировым товарам поставить признак когда вы получаете коды маркировки вы уже наносите их на товары на упаковке в зависимости от от самой от самой группы товаров то там есть некоторые свои особенности так дальше вести начальные остатки по товарам больше большинство групп по товарам есть операция по описанию начальных остатков дальше настраивается учетная запись для обмена данными с честным знаком ну и самый последний шаг подключиться к системе электронного документа оборота для участников оборота лекарственных препаратов данный шаг не обязателен практически для всех групп товаров фирма 11 реализовала в типовых программных продуктах маркировку по разным групп товаров то есть ерпи комплексная автоматизация управления торговли управление нашей фирмы 11 с розница ну а также один из бухгалтерия в таких конфигурациях уже есть возможность отражать учет маркируемых продуктов таких как меха табак обувь шины покрышки товары легкой промышленности фотоаппараты и лампы вспышки не говоря уже о алкоголе алкоголь тоже принципе можно отражать но для некоторых участников оборота а вот с лекарственными препаратами тут немножко ситуация немножко другая фирма 11 разработала отдельными библиотеку интеграции 1с мдлп а партнеры свои специализированные отраслевые решения добавили эту библиотеку для больничной аптеки для аптек для оптовиков есть свои решения на базе отраслевых решений 1с самое главное данные решения позволяют вести учет маркируемой продукции и обмениваться с честным знаком по лекарственным препаратам это мониторное движение лекарственных препаратов у большин ну у некоторых участников оборота есть свои кастомизированные решения на для учета и не всегда удобно переходить на новый программный продукт практически там внедрение с нуля происходит но в таких случаях можно нужно оценить возможность встраивать в стройке отдельной библиотеки интеграции на вашу учетную систему здесь нужно разговаривать отдельно и взвешивать всевозможные варианты какой будет результат удобно неудобно иногда 1с мдлп используют как отдельную базу чтобы обмениваться с честным знаком и обмениваться с товароучетной системы внутренней фирмы 1с своих решениях практически по одному и тому же сценарию реализовывает интеграцию с честным знаком хочу вам показать некоторые скриншоты по поводу интерфейс 1с как настраивается синхронизация с честным знаком именно в типовом продукте 1с для примера я взял 1с ерпи фирма 1с обычно на выпускать все обновления для конфигурации ерпи а потом уже делают обновление для управления торговли комплексной автоматизации и так далее так первый шаг это настройка электронной под настройка электронной подписи это делается в разделе нс и администрирования настройка интеграции обмена электронными документами создаем учетную запись и указываем именно наш ключ который у нас либо установлен на компьютере либо находится на флешке если ключа нету то фирма программный продукт 1с дает возможность сделать заявление на опыт сертификата также прошу еще обратить внимание при создании при при создании заявлений на опыт сертификата нужно будет указывать программу крипто защиты рекомендую крипто про приобретать можно приобрести бессрочную лицензию ну если есть 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 еще решение бесплатных вариантов да это крипто провайдер випнет но чаще всего у випнета больше ограничений в принципе таким крипто провайдера можно пользоваться но чаще всего от крипто про он такой универсальный крипто провайдер поддерживается многими учетными системами системами электронного документа оборота и и так далее с крипто провайдером крипто про будет все-таки попроще чем слипнетом так ну после того как мы сделали учетную запись мы уже можем настроить интеграцию с честным знаком находится это в разделе nc администрирования раздел интеграция с и smp обувь одежда на скриншоте вот это выглядит вот таким вот образом когда мы данный раздел настроили у нас появляется в интерфейсе ну в любом разделе продажи закупки склад доставка либо производства появляется рабочее место обмен с и smp теперь у нас есть настроенное рабочее место и нам нужно настроить обмен с суз и smp суз станции управления заказами параметры для настройки обмена сузом можно получить в личном кабинете честного знака после того как мы настроили подключение к станции управления заказами нам нужно привести ну настроить свою номенклатуру поставить признак что товар маркируемый ну и указать какой группе товаров относятся данная номенклатура для тех у кого свои учетные системы и уже есть товары товар уже заведены в базе есть возможность запустить групповую обработку справочников и документов сделать фильтр и группой изменить тип номенклатуры во время настройки номенклатуры вы указываете что это маркируемый товар также надо будет еще настроить настроить шаблон этикетки установить что тип штрих-кода gs1 data matrix именно двухмерный штрих-код вы настраиваете какая информация у вас на этикетке должна быть ну самое основное сама номенклатура и сам штрих-код должен генерироваться при необходимости можно будет на снова вывести на этикетку дополнительную информацию вот так вот выглядит рабочее место по маркировке товаров для производства для закупок для склада для продаж свои бизнес-процесса производственники заказывают коды эмиссии через станцию управления заказами маркируют товары и уведомляют честный знак по по закупкам компания оптового звена они отражают входящие документы это именно по маркировой продукции склад отражает операции по перимаркировки по списанию и по различным движениям товара например нужно с одного склада переместить на другой склад другой организации то есть вы работаете в группе компании здесь нужно будет эту операцию отразить по продажам есть две основные операции это исходящие документы если вы продаете оптом и если продаете в розницу то вам нужно отразить вывод из оборота на данном скриншоте вы можете увидеть каким образом выглядит документ как указывается маркировка где указаны коды характеристики и так далее маркировка товаров на данном примере мы заказываем коды эмиссии маркировки документ так называются заказ на эмиссии кодов маркировки создаете перечисляете товары заполняете тн вит обуви способ ввода в оборот после того как сделан заказ заказываем коды заказаны ждем обратной связи от частного знака когда кода маркировки имитированы мы можем загрузить их уже в учетную систему при загрузке данных в саму учетную систему мы присваиваем уже джетины нашим товаром после того как мы коды заказали нам нужно их распечатать в рабочем месте при заказе кодов на эмиссию есть возможность вывести на печать все штрих-коды рекомендую использовать принтер чеков на либо принтер этикеток самоклеящейся бумагой вот в некоторых случаях но если у вас товаров не так много можно на обычный принтер выводить и ножницами разрезать но потом это наклеивать на упаковки на короба вопрос по агрегациям виртуальной агрегации упаковок может ее можно запустить из заказа на эмиссию данную операцию может может выполнять любая организация любой участник который зарегистрирована международная ассоциация в ска многое слов если я не ошибаюсь стоимость участия у мать это брони 3000 при этом вы уже можете генерировать штрих-коды на упаковке мы потом уже отражать там отправить уведомления в систему честного знака по транспортным упаковкам да вы можете увидеть по количеству номенклатуры можете увидеть какие коды именно находятся в той или иной транспортной упаковке мы выбрали мужские сапоги по осадкам их там 7 штук развернули и смотрим с какими характеристиками у нас эти товары расположены так ну дальше чтобы мы могли уже уведомить частный знак о том что вот эту номенклатуру мы уже оприходовали нам нужно ее подобрать еще и проверить ну сверить те коды которые к нам пришли и какая информация в честном маке отражена по электрон документ обороту прием маркированной продукции есть отдельный интерфейс отдельный журнал электронных документов в этом журнале мы все документы по маркировке по это все это видим вот в данном журнале есть настройка отражение документов в учете можно настроить чтобы это автоматически загружалась либо нужно было проверять при загрузке на данном слайде еще видно что через до можно еще запустить такую операцию как сопоставление номенклатуры когда будете первый раз обмениваться с честным знаком сопоставлять номенклатуру нужно будет обязательно потому что в национальном каталоге товаров номенклатура может называться немножко по-другому у вас в базе она может иметь название тоже немножко но отличающиеся в этом случае можно будет либо по артикулу сопоставить либо может по названию либо вручном режиме так вопрос от людмила как пойду произвести межфирменную передачу кодов маркировки ну через стандартный документ если у вас единая база это через куплю-продажу это все оформляется владелец одного юрлица меняется на другого так что с маркировкой ювелирных изделий на данный момент в планах есть маркировка ювелирных изделий но основной информации четких сроков пока что не объявлено тут можно только планировать и думать прикидывать когда это будет ну скорее всего в конце в середине этого года либо в конце этого года будет уже будет уже к эта информация скорее всего уже эксперимент будет запущена либо уже будет объявлен старт этого эксперимента так какие программные решения работающие с тсд и 1с вы можете порекомендовать для тестирования по по терминалам сбора данных очень рекомендую все таки использовать клеверинское программное обеспечение она очень хорошо работает именно с 11 скими решениями а так в зависимости от того какие цели вы преследуете да по работе с тсд можно подобрать другие решения ну и завис зависимости от того какой бюджет а некоторые заказчики у нас просят разработать мобильную платформу да вот на андроиде именно для работы тсд если у вас специфичные требования да по работе тсд то можете обратиться к нам мы рассчитаем сколько будет стоить создание мобильного приложения либо же под подберем типовые варианты вот такая такой как допустим 11 мобильной торговли так если повредился qr-код как распечатать их из 1с если маркировки не мы заказывали а нам пришли от поставщиков через честный знак ну коды маркировки можно будет либо из программа 1с если у вас она работает да и в ней реализован реализована синхронизация честным знаком вот и второй вариант по моему для большинства групп товаров есть возможность через личный кабинет вывести на печать этот qr-код ну если возникнут проблемы всегда есть возможность написать в тех поддержку честного знака данные коллеги вот так еще достаточно оперативно так уточните по межфирменной передачи если через куплю продажи придавать тогда как при этом будет отрабатываться intercompany по intercompany да вот и маркировки товаров скажу сразу фирма 1с пока что данный момент еще не проработала потому что вот вы передали товары да intercompany уже потом задним числом создают документы передачи товаров от одного юрлица другому вот в частном знаке нужно оперативно отражать эту информацию поэтому по поводу intercompany сейчас ответить не смогу у меня есть несколько запросов я вот жду от 1с какой-то вот информации когда это будет реализовано может быть intercompany немножко по-другому будет работать но пока вот ничего сказать не могу к сожалению так будет ли видео с подробным примером работы в маркировкой для фарм в коллеги всех всем удачи в этом году все-таки по маркировке маркировка достаточно такая популярная тема и пишите вопросы на наш адрес обязательно с вами пообщаемся индивидуально и может быть подберем какие-то варианты по сотрудничеству коллеги спасибо всем за внимание всем отличной рабочей недели и до свидания до скорых встреч спасибо